привет зритель полезные советы лайфхаки на одном канале ну что же поехали чтобы правильно понимать суть проблемы надо представлять как устроена и как работает внутри домовая и городская канализация а уж из этого будет понятно что же может засорить заблокировать или остановить канализационный сток канализация представляет собой разветвленную сеть трубопроводов проложенную внутри или снаружи здания каждый дом каждая квартира подключены трубой к общей системе канализации это можно сравнить с большим деревом каждый листик индивидуальное жилище квартира от листика квартиры идет сток к маленькой веточки это маленькая веточка собирает воду с нескольких квартир дальше маленькая веточка соединяется с большой веткой а большая ветка соединяется со стволом таким образом сотни и тысячи домовладений соединены в канализационные сети и исток приходит на очистку в очистное сооружение пока сток движется по этим каналам трубам он проходит сотни и тысячи метров преодолевает многочисленные повороты наклоны падения где скорость потока меняется где-то она замедляется где-то убыстряется и так как канализационные стоки субстанция сама по себе неоднородная то и различные вещества имеют различную физику движения если чистая вода проходит достаточно быстро и беспрепятственно то вода обогащенная жирами органикой мелким мусором имеет склонность застревать в самых неподходящих местах как правило на поворотах в коллекторных колодцах и так далее согласитесь что каждый из нас очень часто выбрасывает что-то в канализацию даже не задумываясь над тем каким последствиям это может привести на самом деле даже вещи на первый взгляд абсолютно безвредные для труб могут стать причиной засора и сантехнического коллапса в будущем поэтому если не хочется плавать из спальни в туалет на каное лучше воздержаться от выбрасывания этих вещей жевательная резинка жевательная резинка не растворяется в воде а к тому же она способна прилипать к стенам труб накапливаться прикреплять к себе дополнительный мусор и становиться в конечном итоге причиной забитой трубы именно поэтому нельзя бросать жвачки в раковину или туалет рыбки не стоит сливать в канализацию тушки мертвых домашних рыбок это крайне не гигиенично более того не стоит выбрасывать в канализацию еще живых рыбок и дело даже не в том что это не способствует чистоте а в том что это еще наносит вред экологии очень часто рыбы выживают и вытесняют традиционных представителей природы в водохранилищах пластырь лейкопластырь имеет весьма сложный состав что делает его идеальным кандидатом на создание засора в сточной трубе сплав жира воска каучука смола и прочих ингредиентов не исчезнет просто так оказавшись в воде контактные линзы еще один очень сложный предмет который не разлагается оказавшись в воде долгие годы более того линзы выброшенные в канализацию могут нанести вред экологии специалисты подсчитали что каждый год в воде оказывается более 20 тонн линз кошачьи экскременты многие люди сегодня держат котов дома однако не стоит выбрасывать продукты их жизнедеятельности как и сам наполнитель в туалет лучше вычищать их вместе со всем остальным лотком и выносить мусор вместе с твердыми отходами хлорный отбеливатель хлор вещь достаточно опасная и агрессивная чтобы стать причиной порчи труб пользоваться хлорным отбеливателем можно но точно не стоит делать это каждый день помните что в действительности ваш унитаз не нуждается в ежедневном использовании средств промышленной очистки маска для лица если маска для лица сделана на основе глины то ее не стоит смывать в канализацию маленькие частицы этого состава совершенно точно осядут на стенах труб и впоследствии могут стать причиной засора лучше всего верхний слой маски снимать салфеткой а смывать в канализацию рекомендуется только ее остатки чайная заварка несмотря на внешнюю безобидность чайная заварка также может стать причиной засора она способна собираться вместе сбиваться с другими проблемными элементами в трубе прессоваться и мешать воде пройти дальше целлофановый пакет совершенно очевидно что выбрасывать целлофановый пакет в унитаз не стоит тем не менее как показывает практика находятся и такие энтузиасты подобный мусор с высочайшей степенью вероятности станет причиной образования затора в трубе уже в ближайшее время на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик а также не забудьте перейти на наш сайт astra ум на страничке в инстаграм и фейсбук ссылки в описании